Как раз тему Валерия Герасимова продолжим с Валерием Рябых, это военный эксперт, он с нами уже на связи. Валерий, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот сегодня уже мы не первый говорим раз о почерке, да, например, Вадим Скибицкий, замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины, говорит о особом почерке Герасимова, но я хочу сейчас начать не с его военных, так сказать, достижений, да, а вот с того, как он пытается улучшить дисциплину после назначения командующим российской группировкой в Украине. Итак, по данным британской разведки, начальник гемштаба Российской Федерации и недавно назначенный командующим войсками в Украине Валерий Герасимов, начал свою деятельность с попыток улучшить дисциплину оккупационной армии. Как он это сделал? Ну, во-первых, офицеры пытались запретить неформальную форму поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и даже нестандартные стрижки. А также в разведке отметили, что меры были встречены скептически. Одни из самых больших насмешек были вызваны попытками улучшить стандарты бритья солдат. Ну, то есть Герасимов, грубо говоря, запретил бороды носить представителям российских оккупационных войск. Вот, соответственно, а стоит ли смеяться над тем, что, ну, по всем направлениям, по сути, Герасимов берет в свои руки и начинает с формы, с перемещений, с того вообще, как должны выглядеть российские оккупационные войска. Стоит ли настолько насмехаться над этим? Ну, нужно сказать, что это показатель того, что все-таки российская армия является жесткой вертикально интегрированной структурой и все-таки в основе ее эффективности является жесткая дисциплина. И вот это было еще со времен Советского Союза. И сейчас это тоже мы можем видеть в желании военного руководства Российской Федерации якобы навести порядок. Но это в том числе является отражением существующих проблем. Допустим, ну, чем вызвана борьба с той же формой, да, нестандартной? Ну, тем, что та форма, которую выдают этим российским военнослужащим, она никуда не годится для реального ведения боевых действий. То же самое, допустим, почему используются мобильные телефоны и планшеты? Потому что хоть как-то те, кто там ведут боевые действия, хотят ликвидировать те недостатки управления и связи, передачи данных на поле боя, которые, в принципе, являются большой проблемой для российской армии. Ну, и тут понятна сама причина борьбы с планшетами и с телефонами, потому что это реальный источник разведданных на поле боя и, конечно же, для наведения целей. С другой стороны, вот, допустим, та же проблема борьбы с автомобилями гражданскими на поле боя, она решает еще одну проблему, вернее, даже несколько. Это первое то, что не хватает военных автомобилей, потому что вот за все время вот этой неспровоцированной со стороны Украины агрессии Российской Федерации, которая сегодня, кстати, вот уже 11 месяцев как продолжается, сегодня исполняется ровно 11 месяцев начала широкомасштабной агрессии. И было уничтожено огромное количество, прежде всего, колесной техники. Но, кроме того, существует огромная проблема, которая касается дисциплины, то, что, ну, каждый, кто прибыл в зону официальной операции, в том числе и из тех мобилизованных, кто имеет хоть какое-то пространство для маневра и считает своим долгом отжать автомобиль у гражданского населения Украины. И, ну, я понимаю, что не в каждом случае этот автомобиль используется. Используются различные способы для того, чтобы переправить его на территорию Российской Федерации, ну, и тем, скажем, пополнить свой бюджет, что тоже уже вот недостаточно хорошо влияет на дисциплину. Ну, и, конечно же, вот последняя, это борьба с бородами, но это традиционная российская борьба, которую мы видим еще с 17 века. Она, кстати, была раньше приурочена тому, чтобы придать российским боярам какой-то там европейский вид. Какой сейчас смысл в этом, непонятно. Но, допустим, проблема того, что вот такая неповоротливая и витрикально интегрированная структура является неэффективной, видимо, это ощущают в военном руководстве, потому что ей противостоит армия, которая уже действует по сети-центрическому принципу, и получается, что является более эффективной. И в основе, допустим, той же украинской армии является не вот эта строгая, линейная, вертикальная подчиненность, а коммуникация и мотивация. И это, конечно же, дает особое преимущество на поле боя. Да, очень интересная борьба с бородами. Может быть, они хотя бы грели российских военных при отсутствии должного уровня экипировки. Собственно, об этом далее и хотелось поговорить не о бородах, а об экипировке. Переброс новых российских военных на фронт не принес в Москве результата. Как пишет СНН, солдаты прибыли на передовую плохо экипированными, плохо обученными, чтобы быть брошенными на поле боя. Речь идет о десятках тысяч новых военных. И ранее СНН со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне Соединенных Штатов Америки сообщила, что Россия вводит в Украину свои войска из Грузии. При этом Пентагон не может предоставить информацию о количестве и точной дате переброски новых сил. Вероятно, что Российская Федерация таким образом пытается подкрепить свои позиции в Донецкой и Луганской областях. Так вот, очень интересно, действительно, как смущаются акценты и расставляются приоритеты в военном командовании. Потому что, на самом деле, когда речь идет о плохой экипировке, когда речь идет о условиях, ну, абсолютно недолжных для военных, какая разница, какая у него борода? Ну, это принципиальный российский вопрос, потому что это называется попозновением к нарушению дисциплины. То есть, это неуставной вид. И вот именно в армии с вертикально интегрированной структурой нужны вот такие какие-то точки, которые нужно держать на постоянном контроле. Ну, поэтому, там, в той же советской армии была очень, скажем, большая приверженность в побелке бордюров, покраске зеленым цветом листьев на деревьях и так далее. Ну, и именно всегда считалось, что именно дисциплина обеспечивает большую боеспособность войска. Ну, это как раз вот то средство, которое в советской и сейчас в российской армии прибегают, когда других средств больше, видимо, нету. Потому что на фоне вот все более углубляющей технологической отсталости российской армии, невозможности наладить полноценное обеспечение войск, ну, вот одним из таких дешевых и традиционных средств для российского военного руководства и остается вот эта борьба с городами, ну, и, возможно, еще какие-то средства, которые должны обеспечить дисциплину. Особенно это актуально на фоне, когда уровень мотивации и обыкновенно бросают вот просто в эту мясорубку, она критически падает. Поэтому это вот одно из последних средств, к которому и могут обратиться начальники. Совсем немного, если подытожить этот вопрос, просто пытаются еще больше усугублять дисциплину для того, чтобы, возможно, уменьшить и какие-то случаи дезертирства, для того, чтобы больше боялись, для того, чтобы было больше напряжения. Ведь так, для этого, на это направлено, ну, явно не на качество, собственно, военных действий. Ну, это закупоривание вот этого котла, чтобы за счет давления все-таки обеспечить какую-то возможность действий этих войск. Мы видели, допустим, подобные действия, если там, опять же, вспоминать Советскую армию, это создание тех же загратотельных штрафных батальонов и прочего. И вот я думаю, что к этому именно инструменту сейчас также будут обращаться в Российской армии для того, чтобы обеспечить выполнение поставленных боевых задач, особенно в условиях, когда эти задачи являются априори невыполнивыми. И когда уже в самом российском уководстве начинают понимать, что достижение цели вот той так называемой военной операции, оно вообще является нереальным. И вот в этих условиях нужно применять хотя бы какие-то средства для того, чтобы все-таки на плаву в этом пуле и оправдываться, что они бездействовали перед своим непосредственным начальником. И хотелось бы с разных сторон рассмотреть этот вопрос. В частности, разведка Соединенного Королевства Великобритании отмечает, что подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться в оперативном тупике, теряя боевую технику и личный состав, а приоритеты, озвученные Герасимовым, лишь усилят опасения многих скептиков в российском обществе. Также, что отмечают, командующего, как и главу Минобороны Сергея Шойгу, воспринимают как людей, которые находятся не на своем месте и не понимают, как нужно руководить процессами. И также, что еще любопытно, один аспект, Американский институт изучения войны в отчете от 22 января написал о снижении авторитета владельца группы Вагнера Евгения Пригожина после череды военных неудач под Бахмутом и кадровых перестановок, по итогам которых Валерий Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой войск в Украине. Вот тут два хотелось бы аспекта выяснить. Во-первых, видите ли вы, что, если мы берем за основу утверждение разведки Великобритании, что видит ли Герасимов выход из оперативного тупика, либо он просто там будет оставаться. Вот только что мы обсудили с вами очень подробно по форме, как крепить российскую армию. А второе, означает ли это, что Евгений Пригожин станет, в частности, немного сложнее вести свою политическую деятельность? Ну, мне кажется, вот если говорить о том же тупике стратегическом, он действительно наступает, потому что ресурсов становится все меньше. Вообще мы видим, что для того, чтобы укомплектовать новые подразделения, кроме вот этого откровенно пушечного мяса, необходимы какие-то средства. И на фоне насыщения тех же вооруженных сил Украины новыми высокотехнологическими средствами, в том числе и боевыми машинами поля боя, которые могут интегрироваться в сетевые структуры управления на поле боя и ситуационной осведомленности. В это время в Российской Федерации обращаются к запасам танков, которые называются еще хрущевскими гробами. Т-62 или, допустим, достают артиллерию, такую как Д-1, допустим, те же пушки. Что в сравнении, допустим, с получением Украины современных шведских самоходных гаубиц, как минимум по дальности раз в пять проигрывают. И, конечно же, мы видим, если говорить о тупике на поле боя, то, что за последние четыре месяца не было не решено ни одной какой-то там даже маломальски похожей на оперативную задачу. Идут только какие-то тактические действия, причем эти тактические действия откровенно приводят к повышению летальности на поле боя. И вот мы имеем ситуацию, что сейчас, допустим, российские войска теряют в четыре раза больше личного состава, чем они теряли в начале вот этой так называемой специальной военной операции. Вот последний месяц декабрь был рекордным с более чем 17 тысяч или не уничтоженных оккупантов на поле боя. А январь месяц уже говорит о том результате, что побьет этот рекорд. Что касается, допустим, второго вопроса, то сейчас в российском руководстве прибегают к какому-то оправданию. Вот, допустим, если даже вернуться к той же коллегии Министерства обороны Российской Федерации, ну, там развернули вот эти вот реформы по увеличению количества войск. Но, откровенно, на фоне технологического состава и кроме того, на фоне мотивации для службы в той же армии, кроме как вот мобилизации и очередных этого действия, эта задача не может быть решена. Не может быть решена задача переформатирования бригад в дивизии, потому что прежде всего, кроме даже если решить задачу пополнения личным составом, то задача пополнения техникой, она не решается никак. И поэтому сейчас российское руководство находится в очередном стратегическом тупике, и при этом нарастает все-таки настроение, что эта специальная операция, она являлась ошибочной. И усиленно ищутся различные способы для того, чтобы оправдать будущее поражения и как следствие выхода от Российской Федерации с временно оккупированных территорий Украины. И это мы уже можем убедить. Валерий, я сегодня уже приводил, коротко вспоминал, точнее, цитату заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Минобороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, но еще все-таки хотелось бы развить по поводу стратегического оперативного тупика. Скибицкий в частности сообщает, что украинская разведка видит, как сейчас перемещаются и перегруппируются российские подразделения воздушно-десантных войск. Это называют почерком Валерия Герасимова как раз. Даже по словам представителей разведки, на фоне использования такого активного ВДВ возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками Михаилом Теплинским, после чего последнего Теплинского, то есть уволили с должности. И еще одна цитата Скибицкого. Прежде всего, из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска 76-я дивизия, 106-я, 98-я. Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам. Конец цитаты. Скибицкий, я напомню. Вадим Скибицкий. И тут бы хотелось сразу понять, а есть ли еще какие-то задумки, возможно, какие-то сюрпризы заготовил Герасимов, кроме использования ВДВ и, в частности, то, что мы видим по перемещениям. Например, с Херсонского направления можем точно сказать, что там не только вагнеровцы атаковали Бахмут и Солидар, также их поддерживали воздушно-десантные войска. Вот есть ли еще что-то в рукаве у Герасимова припасено или нет? Ну, вот тот конфликт, о котором вы сказали, он является следствием все-таки желания Герасимова обратиться к тем методам, которые были проверены во время Второй войны и тем же Жуковским навалом различными средствами. И в это время, конечно, непосредственно руководители командования тех же воздушно-десантных войск понимают возможные последствия подобного применения войск. Причем эти воздушно-десантные войска, они наиболее прочувствовали прорехи в планировании российского руководства на начальном этапе этой так называемой операции специальной. И сейчас, конечно же, даже на низовом и среднем уровне, возможно, возникает определенная такая, скажем, оппозиция тем решениям, которые с точки зрения практикующих командиров, которыми стоят их подчиненные, с целью, чтобы противодействовать откровенно, скажем так, волюнтарическим каким-то решениям, которые могут привести к дальнейшему гибели личного состава и потеи, особенности подразделений. И вот с ужесточением, кстати, этих дисциплинарных практик подобные трения, они будут возрастать. Что касается каких-то заготовок еще со стороны Валерия Герасимова, но тут тяжело сказать, потому что все основные средства и силы, которые имелись в распоряжении вооруженных сил, они были использованы в течение 11 месяцев. И нужно сказать, что вот мы сейчас говорим, что назначен Валерий Герасимов, он там будет жестко руководить, но извините меня, он все эти 11 месяцев и так отвечал за проведение вот этой так называемой специальной операции. Более того, он, скорее всего, являлся отцом, прародителем этой операции, являлся тем человеком, который, видимо, убеждал высшее военное руководство Российской Федерации, которое находится над ним, в том, что эта операция будет успешной. И мне слабо верится, что вот как раз обращение к такому козырю, как Валерию Герасимову, который и, скажем так, изначально и привел к тем неправильным решениям, к которым обратилось военно-политическое руководство Российской Федерации, что он как-то может существенно изменить ход на поле боя. Валерия, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был военный эксперт Валерий Рябых.